Александр Бардин, Александр Лихацкий и Владимир Макаров – однокурсники. Вместе они учились на одном факультете в Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Из разных поселков и районов России парни приехали получать высшее музыкальное образование. Собственно, попытки создать свою музыкальную группу были еще на первом курсе. Тогда ребята объединились в коллектив и назвали его «Первый цвет». Участвовали в конкурсах, а уже чуть позже, в январе 2010-го, заявили о себе, как известная ныне группа «Садко». Просто звучное название. Понятно, что это что-то такое русское, славянское. Первое, что написано в словаре – это «богатый гость». А потом уже человек, который играет на всевозможных музыкальных инструментах. И вот Саня предложил, во-первых, говорить, давайте назовемся так. Да, все сравнивают с «Былиным героем», конечно. Но в первую очередь в словаре, по крайней мере, написано не в первую очередь это. А то, что играет на всех, может употешить душу, развеселить, приносит культуру, богатство. Человек-праздник. И то, что вот Александр Бардин предложил, говорит, будет у нас театр в будущем. Красиво, звучно написано, ну и русское. В Пинске поставим. Вся музыкальная троица получила высшее образование по специальности дирижер народного хора. У всех троих солистов есть огромный певческий опыт. Каждый выступал в составе фольклорного коллектива. Потому сами авторы своих песен и исполнители. Например, Александр Бардин пишет музыку, а Александр Лихацкий – стихи и музыку. Он же в основном и делает аранжировки. Все композиции о жизни и любви. У нас много песен, на самом деле, многие считают народными песни, но много песен, они к народным прям не скажут, что народные. Они прям, можно сказать, эстрадная песня. Можно даже попсовая назвать, но то, что исполняется это нами и нашими голосами. Да, у нас все-таки манера открытая, народная постановка. Не эстрадная, не академическая. Мы пели народные песни, и до этого был коллектив фольклорный, где мы по всяким конкурсам всевозможным ездили. Поэтому, наверное, вот так все. Да, и получается. Просто так, как мы чувствуем, так и поем. Ах, какую была эта ночь, только месяц тому и свидетель, только кто за любовь ту в ответе, ночка ясная, звездная ночь. Ах, какую была эта ночь, за рекой раздваилась тумана, жаль, что все это было обманом. Ах, какую была эта ночь. Гастрольная деятельность у группы «Садко» началась в 2010 году. Именно тогда у коллектива появились первые поклонники. Трио прославилось благодаря, можно сказать, хиту под названием «Вишни белоснежные». Далее в репертуаре стала значиться не менее известная композиция «Цветет сирень». Светет сирень, душа поет, но сердце стонет, сердце ждет. И снова кругом, о, голова, когда встречаю я тебя. В Беларуси с гастролями и только в Пинске любимцы публики впервые. В адрес группы «Садко» поступило немало предложений с пожеланием выступить в столице Полесья. Пинский зритель полюбил коллектив благодаря программе «Виновнику торжества», которая выходит в эфире нашего телеканала. Песня «Под окном черемуха» пользуется у телезрителей неизменно большим успехом. Очень хотели в республику Беларусь попасть. Много нам писали отсюда. Первый город Жлобин писал, потом я смотрю, так еще кто-то. И из Пинска очень много сообщений было, что вас показывают на местном телеканале. Почему бы вам не приехать с концерта? Нашлись те люди, которые нас сюда привезли и организовали. Сначала один концерт, потом два, потом третий. Давайте третий еще. Что-то невероятное. Люди хотят. Организаторы нам рассказали интересную такую вещь, что многие жители знают наши песни, знают наш репертуар, но не знают, что это группа «Садко». Название. Поэтому здесь, как мы узнали, более распространенные и известные для всех – это «Три хлопца». Три хлопца поют, да. Это же «Три хлопца». А мы говорим, вот взяли бы, написали «Три хлопца». Один кашлатый. А, кашлатый. Других умалчивает, так сказать. Три дня, 8, 9 и 10 марта, исполнители радовали публику своими народными и лирическими песнями. В зале были аншлаги. В Пинск, чтобы увидеть любимых исполнителей, приезжали даже поклонники из Украины. Свою гастрольную деятельность группа «Садко» продолжит уже в Нижегородской области. Пинчанам же солисты пообещали с возвращением не затягивать и снова приехать с большим концертом. Вишневый сад во всей красе, признался я в любви к тебе. Вишневый сад цветет лишь раз, теперь цветет он лишь для нас.